У мамина сердце, стальная чаша, Вечная любовь и ласки, любовь и ласки полно. Мама – это и повар, и доктор, и портной, и первый учитель. Все это вспоминали и перечисляли вместе с юными анапчанами. С ними же рассуждали, насколько важно после того, как вырастешь, создашь семью, помнить о том, кто помогал делать самые первые шаги в жизни. У Оксаны Штефанд двое детей. Она преподаватель истории и культуры кубанского казачества в 12-й школе. Такая встреча интересна ей, в том числе и как педагогу. В такие дни мы чуть больше уделяем внимание каким-то важным вещам, очень важным вещам в нашей жизни. И очень приятно, что сегодня о маме прозвучало очень много важного и нужного. Я думаю, что в сердце каждого ребятеночка, который сегодня в диалоге работал вместе с нами, мы немножко достучались. И что все-таки в день, когда нужно поздравить маму, они вспомнят не только о своей маме в этот день, а вспоминать об этом будут всегда. Насколько это дорогое слово. В Кубанской губернии именно на женщины-матерей ложилась вся тяжесть ведения домашнего хозяйства, когда мужчины уходили на войну. У казаков и православных верующих мам принято поздравлять в день введения во храм Пресвятой Богородицы. 4 декабря дьякон Илья Карпенко напомнил, что одна из десяти заповедей о почитании родителей. Все собравшиеся не только получили положительные эмоции, но и, думается, хочется верить, что и полезные, правильные мысли, которые можно применить. Разговор был о том, как стать мамочками, как готовиться к материнству, какие важные семейные, традиционные казачьи, русские, православные, христианские ценности заключаются в слове материнства. Это рисунки третьеклассников из школы номер 6, специально к празднику. День матери в той или иной форме есть в большинстве стран мира. Как правило, в этот день мам освобождают от привычной домашней рутины, дарят подарки, сделанные своими руками. Но главное – это не ограничиваться одним днем, например, в собственный день рождения, не забыть поздравить маму, потому что это и ее праздник тоже. Александр Ребекко, Анапа-регион, при техническом содействии Центральной библиотеки города-курорта Анапа.